Так, привет всем! У нас кусок влога. Мне вчера подарили такой вообще нереальный букет роз. Приезжали мои инуська и Андрюшка из Германии. Они приезжали отдыхать в Миргород, санаторий или, я не знаю, пансионаты. В общем, мы встретились, и они мне сделали такой вот подарок. Большого-большого капитошку из воздушных шариков и мне букет из 15 красных роз. Поэтому я вот сейчас буду их выставлять в вазочку. Я провела небольшую фотосессию с ними. Они достаточно длинные. Я хочу, чтобы они подольше, подольше постояли. Вот, если вы вдруг знаете какой-то вариант того, чтобы цветы... Аккуратно, зайка! Видишь, вот смотри, какой шипок шип. Ай! Коль-Коль? Коль-Коль, да. Коль-Коль! Мы вчера так душевно посидели. Мне так приятно было, что они приехали. Я так скучала. Вот, правда, мы с ними два раза видели. Сейчас я чуть ракурс поменяю. Вот, мы с ними один раз в жизни виделись в прошлом году, когда я как раз в пик моего лечения был. Я проходила химиотерапию. Они тоже были проездом в Киеве и предложили встретиться. Так как я киевлянка, почему бы и нет. Они были не очень далеко. И мы тогда душевно постояли. Но у нас было очень мало времени, потому что они проездом. И им нужно было спешить на машине. В этот раз они прилетели самолетом, отдохнули. И когда ехали обратно, вот, вчера тоже предложили встретиться. Я безумно рада. Они такие вообще родные. Не знаю. Знаете, есть такие люди, с которыми видишься всего, там, несколько раз, но они на тебе настолько близки. Есть такие люди, с которыми ты видишься всего несколько раз, а они для тебя настолько важны, близки, родны. Мы вчера так похохотали, хорошо посидели в кафешке. Так как я кушать и пить ничего не могу, то они выпили кофе, мы посидели и разъехались по домам. К сожалению, тоже было очень мало времени, но нам хватило, чтобы зарядиться. Прямо на следующий год обязательно встретимся. Может быть, мы как-то вырвемся с Максом к ним в гости как-нибудь. Может быть, в мечтах, конечно. Вот, очень-очень-очень вас люблю. Андрюшка и Инночка, если смотрите, вы для меня очень много значите. Спасибо огромное. Спасибо за подарочки. Очень много подарочков привезли Максу. Привезли капитошку большого из воздушных шариков. Ну, в смысле, привезли и купили. Мне привезли тоже подарочки, кстати. Но мне сейчас тональный крем от Catrice, который HD. Вот этот вот с... Нет. С пипеткой, которая идет. У нас и 10 номер никак не могла найти. Он то все, то предзаказ, то его в наличии никогда нет. Мы все так славно пообщались с ними. Я вас люблю. Вы для меня очень ценны, дороги. И спасибо огромное, что вы каждый раз, когда приезжаете и бываете в Украине, в Киеве, вы звоните мне, и я с вами встречаюсь. Поэтому вот. Воздушный вам поцелуй. Очень-очень приятно. Безумная красота. Нафоткалась. Знаете, так редко дарят цветы, что грех с ними не сфоткаться. Вот. Блин. Будьте добры. Будьте открыты. Будьте... Дарите позитив, получайте позитив и цените вообще людей, которые действительно вами дорожат. Будь то близкие, будь то не близкие, будь то дальние такие вот близкие люди, которые находятся далеко, но они душой и телом, и сердцем, вернее, душой и сердцем рядом с вами. Поэтому я безумно благодарна Господу за таких друзей. Целую вас, обнимаю, и, блин, приезжайте почаще. Всем большой привет. Сделала, вернее, испекла пиццу. Пицца у меня с сосисками, помидором, грибами, кукурузой, луком и солёными огурчиками. И сверху всё посыпано потёртым сыром твёрдым. Вот. Очень вкусно получилось. Я попробовала кусочек. Сочное, мягкое, тесто очень эластичное и очень-очень тоненькое. То, что здесь такие заборы по бокам, вы не обращайте внимания. Вот само тесто, видите, оно прям сочное очень. Вот. Тесто делала сама, не покупное. Для теста я использовала 225 грамм муки, 150 грамм воды обычной, пол столовой ложки сахара, 5 грамм сухих дрожжей и пол чайной ложечки соли. Ну и вымешивайте вместе с... Ну, в конце уже, когда заканчиваете вымешивать, просто добавьте ложечку масла. Вот. Раскатывайте. Вернее, даёте настояться минут 20-30. Чем больше, тем лучше. Оно будет эластичнее и мягче. Вот. И добавляйте начинку, которую вы любите. У меня вот в этом случае грибы, томаты. Всё смазано кетчупом, салцебели. И огурчики с кукурузкой. Вот. В принципе, вот такая вот красотища получилась. Всем приятного. Всем большой привет. Я топаю на тренировку. У нас весна полным ходом, солнышко светит. Я ещё в шубке, в кожанке на меху. И достаточно тепло и комфортно себя чувствую. Сейчас пойду быстренько потренируюсь. Хочется уже как-то больше легче одеваться, очки носить и полегче одежду. И Максиму тоже будет проще, потому что меньше сковывать движение будет большое количество одежды. Хочу ещё сделать небольшое кардио и на ножки нагрузку. Может быть, ещё прессик сделаю. Но не хочу перегружать живот там, где капсула. Поэтому ведите здоровый образ жизни и всем хорошее настроение. Девочки, пришла выбирать платье. Квапина и юмилей. Есть такое красивое. У меня есть синий пиджак яркий. Я думала надеть наверх. Магазин Хумана. И вон ещё. Ах, куча, куческая. Вот. Ну, тут, конечно, бюстик надо иметь для того, чтобы носить такое платье. Но у меня есть целиконовые налепочки. Коротковато, но симпатичный цвет мой любимый. Есть ещё вот такое белое. Тоже симпатичное очень. Такое прям нарядное. Ну, а талию не делает, мне кажется. Есть ещё такой, девочки. Смотрите, какой красивый. Цвет мой любимый. Внизу подкладка. На одном плечо. Как раз там, где у меня шрам от порта. И порт стоит. Прикольное. Видите, вот такое чёрное. Оно идёт с шифоновыми рукавами. Такая вот эта ткань. И шифоновая юбка. Ну, она коротковата. И ненарядная, мне кажется, не очень. Девочки, я влюбилась в это платье. Посмотрите, какая красотища. Класс. Очень красивая. Я, наверное, возьму его и на одном плечо. Безумно красивая. Цвет, правда, зелёный я не люблю. Но платье шикарное. И стоит, сейчас скажу, сколько. В общем, потом посмотрю, скажу. Так, ну что, всем привет. Снимала я для вас из магазина. Мерила платье. Выбирала у папы юбилей 50 лет. И мне нужно было платьишко красивое. Хочется выглядеть. Тем более, мы заказали кафешку. Кафешка, в которой мы праздновали свадьбу. Она находится за городом. У нас возле села. Поэтому, знаете, не так часто я бываю в ресторанах, в кафе. Ну, больше это кафе, чем ресторан. И я не смогла решить, какое платье взять. Я всегда платье покупаю в Хумане. Хумана это сток секонд-хенда. Ну, то есть у нас магазин секонд-хенда. И я снимала для вас платье, которое я мерила. И решила взять два. Ну, вот. Просто оба мне очень понравились. И я решила, что за такую цену, блин, грех не взять. Это вот фирма какая-то. Jeanne Blush. Размер S. Стоило оно без скидки 170 гривен. Со скидкой я попала на счастливые полчаса. Там минус 30%. И это у нас идет ZERO. Размер 34. Стоило без скидки 189 гривен. Минус 30%. Что мне понравилось, что здесь идет силиконовая такая вот лента. Оно немножечко, вот видите, с дефектом. Немножко вот здесь вот есть. С этой стороны немножко есть дефект. То есть отпорол. А, вот. Отпоролся. Это, как это, шифон. Но это все легко решается. Я зашла в магазин фурнитуры. Купила вот цепь такую вот. И купила 2 метра вот такой вот тесьмы с пайетками. Мне кажется, вот оно полностью, то есть это платье ярко-зеленого цвета. Я не знаю, как вам показать его, чтобы прям передать настоящий цвет. Он намного ярче зеленый, как трава зеленая весной. Вот. И я взяла вот такой вот метр тесьмы. Я думаю обшить вот здесь. Скорее всего, я буду делать это вот этим. Вот видите, это просто плотная ниточка, сплетенная каким-то узлом. Я хочу просто прошить вот здесь вот, сделать такой вот акцент на корсете именно. Думаю сделать вот этой тоненькой тесьмой внизу под грудью. И вот это вот очень красивое с пайетками. То есть она такая прям, знаете, блестящая, яркая. Я хочу сделать по контуру сверху корсета. Но, скорее всего, сделаю что-то одно, потому что очень наляпано будет. Мне кажется, если акцентировать, то только на одной части платья. Вот сделаю вот здесь вот по контуру, ну, по началу корсета. И будет выглядеть очень хорошо. В принципе, даже вот так вот, если выделить, то симпатично будет. То есть он уже такой вот более акцент на шею, ничего вешать не буду, одевать. А сделаю акцент на ушки, длинные сережки сделаю. Ну, или вот здесь вот можно сделать тоже вот этой вот широкой тесьмой. Такой вот акцентик. Вот, сейчас примерю, если хотите, могу вам показать, как это все выглядит. Вот, и цепь. Сначала думала цепью, а потом думаю, полежит. Тем более стоило там 8 гривен метр. Вот, все, сейчас одену и покажу вам зеркало, как это все выглядит на мне. Так, надела я уже платьешко. Смотрите, вот, видите, естественный, настоящий цвет его. Вот. Очень хорошо подчеркнута талия. Здесь у нас идут такие вот две шифоновые, ну, вот как полосочки, да. Я, скорее всего, завяжу их, вот если втянуть, смотрите, раз. Если их подтянуть, то получается очень красивый акцент на талии. Оно идет в пол. У меня тут тапочки новогодние, которые кума мне на Новый год подарила. Вот. И мне кажется, очень такое нарядное. Знаете, оно вроде бы простое. Вот полностью до пола оно, и оно идеально мне по длине подходит. То есть, понятное дело, что если я надену балетки, то оно будет мне мешать. И вот этот вот акцент, даже если взять вот эту вот штучку, одну, сейчас я локтюн, вот, смотрите, уже меняется совсем другое, по-другому платье смотрится. Сейчас, вот. Как-то так. Блин, тут надо завязать. Подождите, я завяжу сейчас бантик сзади и покажу вам. И вот, смотрите, я просто приложила вот эту вот тесьму, и уже совсем по-другому смотрится. Очень красиво и, мне кажется, ярко, да? Кажется. Акцент сразу. На шею нужно ничего не надевать, будет красиво. И одеть длинные серьги, например, да, прическу какую-то красивую сделать. Я сегодня, кстати, уже с новой прической ходила. Поэтому, вот. Как вы считаете, напишите. Я думаю, я до... Сегодня у нас четверг, завтра пятница, суббота уже у папы юбилей. Поэтому, вот. Напишите мне, если выйдет видео. До ювелея, то, как вы считаете, и стоит ли здесь еще акцент делать из другой тесьмы, например. Вот. Если сделать хоп и хоп. Вот так. Мне кажется, так чересчур. А вот с одной вот этой вот тесьмой очень даже неплохо смотрелось бы. Вот. И сзади бантик. Там у меня лифт спортивный, поэтому не обращайте внимания. Вот. Тесьма. Можно побольше, пошире, поуже. Бантик. Вот. И сейчас покажу вам другое платье. Очень красивое. Мне кажется, так очень даже неплохо. Ну, а второе платье вот такое. Оно идет такого темно-синего цвета. Здесь цветочки есть. И, на самом деле, здесь в каждом цветочке по бисеринке, как будто, вот, знаете, центр цветка. Но они немножко увяли-завяли. Платье на одно плечо идет. Тут такой вот акцент идет. Здесь тоже такая шифоновая сборочка. И само платьишко идет короче. Коротенькое. Мне кажется, тоже достаточно симпатично. Я их одела под такие туфли. Но, скорее всего, черные лодочки буду одевать. Вот. Так вот выглядит. Какое вам больше нравится, напишите, пожалуйста. Сзади оно абсолютно обычное. Спасибо. Спасибо.